приветствую всех и добро пожаловать к очередному видео по проекту f монстр рабочее название кратко что такое f монстр это новая звуковая карта для ретро пк на шине иса причем именно 8 битном ее варианте которая должна в себе включать всевозможные чипы синтезаторы со всех практически аудиокарт которые выпускались 80 и 90 года для айби им писи подробнее об истоках этого проекта меня было первое видео в этой серии можете посмотреть ссылочка сейчас у вас на экране и где-то в описании под видео тоже должна быть ну а в этом видео мы будем разбираться конкретно с одним маленьким блоком из всего f монстра of монстр устройство блочное то есть по сути каждый чип синтезатор это индивидуальный независимый от других блок по сути каждый такой блок это отдельная аудиокарта составе общей большой платы f монстра в этом видео речь пойдет про синтезатор sn76 489 никак не могу запомнить это название каждый раз путаю цифры в общем вот такой вот маленький корпус чипа да что собственно показывать вам плату вот собственно сам чип вот так вот он выглядит корпус deep 16 можно его даже спутать какой-нибудь простой логикой даже наименование похоже например конь sn74 чего-нибудь это будет как раз таки стандартная логика здесь же tsn 76 489 причем модификации этого чипа было довольно много и использовался этот чип очень большом количестве устройств в начале 80-х дату появления самого этого чипа я конкретно и найти не смог лишь некоторые догадки вроде бы это конец 70-х и самое начало 80-х годов потому что одна из машин в которой данный чип работал источником звука было bbc микро который вышел в конце 81 учитывая некоторое время на разработку полной машины ясно что позже чем 81 год этот чип явно появиться не мог ну и если bbc микро у нас не столь популярен и не столь известен то например такие системы как sega master system игровая приставка от сеги следующая после нее sega mega drive она же sega genesis также по сути имели внутри себя похожий чип это была некоторая его модификация с некоторыми незначительными изменениями и на самом деле в сеге вот этот чип сам по себе внутри нигде не находился то есть скрыв приставку его нельзя было найти на плате потому что функционально всего этого чипа была интегрирована в один больший чип под названием в виде пи но тем не менее внутри где-то вот полностью функционал этого чипа в наличии и все ги мастер систем и все ги мега драйв этот же чип использовался для генерации звука в компьютерах texas instruments ти 99 4 а это тоже по моему 81 год он же использовался в компьютерах и приставках calica calica adam и calica vision и он же использовался как такой расширенный вариант pc спикера в компьютерах а бемпи си junior и тенди 1000 где вместо стандартного спикера одноголосового использовался именно вот этот чип либо его модификация для генерации уже несколько более сложных сигналов и в том числе разгрузки процессора от генерирования звуков чип подразумевался как довольно дешевый в том числе по его функционалу и по виду корпуса он довольно маленький дешевый в производстве и вариаций у этого чипа было множество были вот например 489 без буквы а на конце у меня в руках с буквы а на конце там чем-то отличается шумовой генератор были например версии чипа 76 494 у которых немножко отличается входная часть тактирования основной задающей частоты там входная частота не делится 8 раз по сравнению вот с этим тип у меня в руках то есть тот чип 94 надо тактировать для достижения того же самого результата в 8 раз медленнее соответственно если вы для этого чипа максимальная входная частота тактирования в районе 4 мегагерц то для 494 чипа не путать с TL494 шимкой для блоков питания а именно sn76 494 там максимальная частота тактирования 500 килогерц но и также еще была одна вариация sn76 496 которая больше похожим на 489 у него был также отдельный аудио вход для пропуска через себя какого-либо аудио для микширования с тем что выходит из этого чипа и вроде как именно вот эту модификацию взяла за основу компания sega поместив ее в свой вид и пи но это не точно лучше меня по этому поводу не цитировать в общем модификацию этого чипа множество родился он где-то в конце 70-х начале 80-х годов использовался очень много где и это по сути цифровой трехголосый очень простой синтезатор внутри у этого чипа находится три отдельных голоса каждый из которых может генерировать только прямоугольники то есть данном случае он мало чем отличается того же писи спикера только если у писи спикера один голос здесь их уже три плюс есть четвертый голос который умеет генерировать шум либо это белый шум либо псевдо случайная последовательность но в общем по сути три голоса плюс шум и это только прямоугольник никаких там тех фильтров хитрых синтезов ничего такого но это все-таки 80-е начало 80-х что здесь еще ожидать в этом плане этот чип очень похож например довольно известный а y-ray 8910 который появился как раз таки где-то 70 девятом году то есть по сути на рынок эти два чипа вышли примерно в одно время но этот чип разрабатывался под по сути 16-битной машины хотя спокойно может мог использоваться и с 8-битными том же спектру например у нас во многих колонах именно такой чип использовался это тоже трехголосый синтезатор с прямоугольниками в качестве задающего сигнала но он несколько сложнее в большем корпусе соответственно по идее он дороже это же условно тишманский такой очень бюджетный вариант но раз таковой чип когда-либо присутствовал в ibm pc конкретно ibm pc джуниор и тэнди 1000 и в том числе не так давно появились отдельные вот и со аудиокарточки новодельные которых также использовался этот чип и можно было их так также найти на этом же вагонсе и собрать самому то в общем то этот чип должен быть составив монстра поэтому я сделал под него вот такой вот отладочный блок соответственно можно про него вот 10 прочитать небольшую аннотацию то есть это т.д. тысячи писи джонер совместимые трехголосы psg программа был sound generator так в дата шити называется этот микросхемка конкретная ревизия которая у нас будет в этом видео это репе с джим то есть это название самого блока ревизия первая сделана она была еще конкретно вот эта плата закончена конце мая 18 года вот такая получилась платка по моему это один из самых маленьких блоков по габаритам из всего f монстра наверное даже самый маленький в общем в этом видео надо проверить что же я тут такой на разводил способно ли она жить или она сейчас вот этот вот тестовый стенд просто спалит в искрах этот самый тестовый стенд уже можно было увидеть в одном видео конкретно в видео про реплику кого к саунд мастера это довольно простенькая 1 чиповая материнская плата даже всего лишь двухслойная по конструкции с впаянным процессором intel 386 sx на частоте 40 мегагерц включается процессорная для нас сейчас неинтересно и здесь еще стоит 8 мегабайт оперативной памяти видеокарта здесь какая-то 8-битная яга вага платочка мультикарта обычная на prime 2c и собственно я уже сюда пустую плату этого блока вставил чтобы хотел посмотреть скажем так самое простейшее не закоротил я например какие-то линии данных или адреса или может быть какие-то питания друг с другом закоротил чем достаточно просто включить блок питания посмотреть включится ли машина вообще ли сейчас все это бабах давайте проверим так блок питания работает есть пип и есть картинка картинку вам показывать не буду там просто прохождение поста мы как минимум пока что все неплохо оплата без деталей не способна навредить рабочей машине это уже некоторый плюс не да как в том самом видео свистит эта вся конфигурация но это в этом случае даже хорошо потому что речь про аудиокарты поэтому чем в худших условиях окажется скажем так начинка аудиокарты тем проще будет их вылезать до идеального состояния тем лучше будет они работать на нормальных системах где же вот блок питания с конкретные вот материнка платы и с процессом очень любит входить какой-то резонанс и а давай свистеть еще бы я хотел посмотреть на напряжение питания когда поставить ну как то вот так по идее здесь стоит несколько чипов логики не считая самого чипа синтезатора то есть вот здесь вот буфер защелка 245 стоит здесь должно быть два декодера адреса 138 а здесь делитель частоты частоту в данном случае я беру напрямую с сашин это 14 318 мегагерц и делю ее по моему в 4 раза чтобы получить 358 для тактирования сн соответственно здесь 2d триггера каждый делит на 2 частоту и соответственно можно на ножках вот этих вот четырех чипов логики посмотреть если питающие плюс 5 вольт этой самой логики у них у этих чипов логики стандартная распиновка в нижнем ряду есть вот у нас первый пин в левом нижнем углу то соответственно пин общий граунд у нас находится в правом нижнем углу а питающий плюс 5 вольт в левом верхнем углу то есть вот так вот по диагонали друг относительно друга и по идее ткнувшись туда мультиметром я должен увидеть показания 5 вольт давайте посмотрим так на этом декодере явно 5 вольт есть и не перепульсовано на этом декодере 5 вольт есть у этого первый пин вот здесь значит земля у него тут питание тут есть 5 вольт и делитель так а вот делители ничего не секундочку делитель а смотрю и на это плату смотрю это такая же плата если что я понимаю что когда я разводил вот эту вот первую версию я явно забыл кое-что то есть этот блок был скопирован с какой-то другого проекта я просто к нему не подвел питание вообще то есть ножки питания чипа приходит на вот сюда блокировочный конденсатор и то есть а вот от блокировочного конденсатора она дальше не уходит никуда да так что это явно бы не заработала придется здесь кидать проводочки когда я соберу плату ну да ладно есть еще что проверить сам чип хотя по идее тоже может питаться от плюс 5 вольт но так как этот же чип по сути отдает нам аналоговый сигнал то есть да чип цифровой но по сути он внутри содержит некоторый цап и отдает на выход уже готовый аналог то от качества его питания напрямую зависит то насколько чистый будет этот самый аналоговый выход поэтому я его не подключал 5 вольт а мы со шины я его подключил к 12 вольт там и со шины которые пропущены через стоящий вот здесь вот линейный стабилизатор который 7805 соответственно из этих 12 вольт сделает чистенькие поэтому есть запас от плюс 12 больше почистить всего мусор весь проще из питания чистенькие плюс 5 вольт и именно для этого чипа больше не для чего поэтому 10 отдельный если не не став для питания аналогового по сути чипа точнее цифрового чипа с аналоговым выходом соответственно этом вот стабилизаторе мы должны увидеть 12 вольт по идее вот это у него общий а вот здесь вот у него вход который по идее проходит еще через этот вот конденсатор уткнуться сюда-сюда и до 12 вольт на входе есть естественно выходе не будет ничего потому что плата еще не собрана стабилизатора нет соответственно питание для сн ки нет ну чтож пока что все неплохо питание на большинстве мест где нужно есть почти но предлагаю побыстренько вам посмотреть процесс сборки этой платы и собственно не забыть потом присобачить немножечко проводочков потому что кое-что я забыл сборку я всегда начинаю самых низких компонентов в данном случае это smd резисторы но предварительно я на каждую деталь ставлю по одному месту пайки чтобы можно было каждую деталь одним движением запаять зафиксировать на плате и потом я уже ее запаяю целиком в данном случае я запаиваю в том числе и smd конденсаторы в данном случае видно по 100 нанофарад керамику запаиваю они немногим выше чем smd резисторы поэтому данном этапе я не различаю резисторы и конденсаторы паяю и то и другое как видно вот пожалуйста паяю резисторы обычно я это делаю по номиналам но на данной плате в целом резисторов немного поэтому и номиналов особенно повторяющихся здесь тоже мало далее идут следующий по высоте компоненты маленькие микросхемы стабилизатор питания 78 или 05 и аналоговый коммутатор а также вот эти вот маленькие логические элементы это аналог 74 серии только это по одному элементу они по 4 по 6 как это обычно бывает в одном корпусе и как видно они естественно меньшего размера что мне было важно в случае данной платы теперь микросхемки повыше и габаритами побольше в целом буфер 245 и всяческие здесь 74 логические элементы 138 декодеры и д-триггер 2 в 1 корпусе 74 сейчас я также запаиваю светодиод и для индикации активности и начинаю запаивать все компоненты полностью как я говорил я запаю сначала одно место пайки данном случае у микросхем всего лишь одна ножка далее я как видно пропаиваю другой угол чтобы полностью зафиксировать микросхемы на плате чтобы она там никуда не повернулась и не приподнялась и после того как оба угла диагонально зафиксированы я уже запаиваю по очереди все остальные ножки да я знаю что можно было использовать здесь нормальный флюс и просто в одно движение все это запаять но я просто не хотел на вот этих отладочных платах потом что-либо смывать поэтому я делаю именно таким образом тонкий припой и запайка по одному выводу да это дольше времени в пайке но зато потом не надо плату быть все-таки плата отладочной мне и красота абсолютно неважно а 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 СМД-компоненты на этом заканчиваются. Надо запаять выводные конденсаторы пленочные, кроватку под микросхему и гребенки. Кроватку я делаю из гребенок цанговых по 40 пинов, нарезанных в размер. Не нужны специальные кроватки. Ну и запаять конденсаторы или гребенки под пины перемычек также не представляет никакой сложности. Последняя деталь, самая высокая, это выходной разъем под джек 3,5 мм. И, наконец, плата собрана. Вот она перед вами. И я уже кинул здесь проводочки. Надо только проконтролировать, что я действительно кинул то, что надо, куда надо. Так, ножка питания есть. Ножка земли есть. И проверю, что я их не коротнул. Не коротнул. Хорошо. Итого, в принципе, платка готова к повторному пуску. Но пока что без смоучей пассивизатора. Потому что, мало ли, может я и тут где-то питание куда-нибудь туда подал. Лучше его втыкать в последнюю очередь. Надо посмотреть, что это сейчас не бахнет и даст нормально загрузить машину. Ну что ж, к первому пуску собранной платы мы готовы. Пробуем. Так, пост есть. Картинка есть. Это уже даже радует. Это даже неплохо. Машина пока стартует. Вроде бы ничего не виснет и не артефачит. Доз загружен. Классно. Всякий случай пощупаю, что происходит. В принципе, все холодно. Я забыл немножко еще проверить вот на этом всем питание. Потому что это вот эти микробы. Это тоже типа логики. Просто скажем так, более современной, чем вот эти. Они в маленьком корпусе. Это интересная такая логика. Она несет в себе название 1G. То есть, по сути, one gate. То есть, на один этот корпус приходится всего один логический элемент. То есть, если, например, вот здесь вот D-Triger. Их два. Здесь, ну, это такие немножко специализированные чипы декодера. Здесь по одному естественно. И здесь 8, по сути, буферов направленных. 8 штучек. То вот эти. Один элемент, один корпус. То есть, вот какие-то здесь вот есть тоже такие же D-Triger, но по одному на корпус. И части ножек, в отличие от этого, нет. Где-то есть просто два и нет. То есть, по сути, наша ALLA-3. Только не четыре вот в таком корпусе, а одна всего лишь и так далее. То есть, это тоже чипологики стоят. Но они вроде не кипят. Так что, по всей видимости, как минимум не перевернули им питание. Надо бы проверить, что приходит сейчас в роли питания вот на кроватку чипа-генератора. И посмотреть, точно ли отсюда приходит для него плюс 5 со стабилизатора. Распиновка по питанию у этого синтезатора, по сути, такая же, как у чипов логики внезапно. И при этом, если у него вот здесь вот первая нога, соответственно, вот это у него должна быть земля. А вот это должно быть питание, которое этим стабом должно делаться как 5 вольт. Ну, собственно, надо это пощупать. Сюда у нас минус, сюда у нас плюс. И равнёхонько 5 вольт прям красиво здесь присутствует. Можно ещё раз посмотреть, где-нибудь ещё здесь питание. Ну, например, от сих до сих. И, да, плюс 5 шины ИСА тоже по-прежнему присутствует. Так что, по идее, можно уже попытаться вставить сюда и чип-генератор. И посмотреть, что из этого получится. Итак, чип на месте. Тест номер 3. Бип есть. Пост есть. Чип не кипит. Это даже радует. Ну что ж. В принципе, время уже посмотреть, что же конкретно будет происходить, если его потыкать некоторым софтом, который под него есть. Здесь надо сделать несколько заметок по поводу особенностей работы вот этого чипа синтезатора. У него 8-битная шина данных. То есть, к нему приходит 8-бит, собственно, через вот этот вот буферный чип. Он, кстати, здесь нужен, по сути, для того же, для чего и вот этот вот стабилизатор, чтобы отвязать его от шумного нутра компьютера. То есть, этот чип будет в него что-то закидывать только когда именно для этого чипа приходит команда управления по адресной шине. То есть, вот эти чипы отвечают за декодирование адреса. Этот чип пропускает данные. Потому что по умолчанию шина ИСА постоянно в активности. Особенно вот на таких старых машинах через нее, по сути, даже процессор с памяти общается через эту самую ИСА-шину. Поэтому здесь постоянно происходит какой-то экшен. И если это все напрямую подвесить на ножки этого чипа, то это может просто давать наводки на внутренней аналоговой цепи, и будет лишний свист, шум и прочие ненужные искажения. Поэтому здесь стоит буфер, который пропускает вот этот весь шум только на тот момент, когда идет команда записи в этот чип. Больше никогда здесь все остальное висит постоянный уровень. Никак не меняется. Это одна особенность. Вторая особенность – это шина у этого чипа только на запись. То есть, это не двунаправленная шина, в отличие от по умолчанию шины ИСА, которую можно как читать с устройства, так и писать устройство. Этот чип поддерживает только запись в него. То есть, читать из него ничего нельзя. По сути, это означает, что определить наличие этого чипа на ИСА-шине тоже нельзя, потому что его нельзя считать. И третья особенность – у этого чипа нет никакого внешнего сброса. Хуже того, нет даже внутреннего сброса. То есть, при подаче питания он не встает в какое-то заранее инициализированное положение, а попадает в какое-то рандомное. То есть, чип очень дешевый получился, забыли даже сделать нормальный внутренний сброс, и не сделали никакого внешнего. То есть, у меня нет способов задать при старте платы какое-то нормальное нулевое состояние этого чипа. Побочным эффектом этого является тот факт, что эти генераторы, которые внутри этого чипа сидят, могут начать генерировать, что попало на любой частоте, какой им захочется, и это всё сразу идёт на выход. то есть, при включении компа вы слышите «бзззззззз» какой-нибудь, по мне так это не очень хорошо. Поэтому, ради исключения этого косяка, сидит вот этот вот мелкий чипик и вот эта вся батарея чипиков. Это спроектированная мной маленькая логическая схема, которая, я надеюсь, сможет коммутировать выход этого чипа наружу только после того, как чип был сконфигурирован. Конечно, какой-то умной функциональности здесь не заложить, но, по-моему, чтобы условно обнулить внутренние регистры, нужно типа 2-3 команды в чип записать, чтобы он заткнулся. По идее, софт, который работает с этим чипом, должен это условно по умолчанию делать. То есть, когда идет начальная работа, сначала чип сбрасывается в некое известное софту состояние, потом начинается с ним работа. Соответственно, 2-3 команды нужно отправить в этот чип, прежде чем он встает в нормальный режим. Поэтому вот этот чип, это аналоговый коммутатор, управляемый цифрой, то есть сейчас он, по идее, должен находиться в состоянии выключена. И, соответственно, выход чипа, все, что он мог мусор какой-то не генерить, он на выход дальше вот сюда просто не должен пускать. Судя по тому, что я сейчас о колонках ничего не слышу, а колонки сейчас сюда подключены, пока этот чип со своей работой справляется. И включить этот выход, он должен только в том случае, когда по очереди придет что-то типа 2-3 команд. За это отвечает вот этот набор логики здесь. Немножечко регистров, инверторов и прочей лабуды. То есть, по идее, когда вот эти чипы отсчитают 2-3 запроса на запись в этот чип, они должны подать команду на включение микшера вот этому коммутатору. И он должен просто открыть выход с чипа наружу. Это по идее. Не факт, что это будет так работать. В никаком симуляторе я это не проверял, только чисто на бумажке. Поэтому посмотрим. И, естественно, при сбросе с шины ИСА эта схема также должна сброситься. То есть, после ресета машины она тоже должна отключать этот чип до повтора инициализации. Зачем это нужно? Ну, например, играла какая-то музыка, и в этот момент, допустим, машина зависла. Или принудительно был нажат ресет. Что при этом произойдет? Чип продолжит генерировать то, что генерировало на последний момент. То есть, какой-то будет тон, вой, звук. По-хорошему бы это надо заткнуть до того момента, как машина нормально загрузится заново, и софт заново начнет играть, либо условно сбросит чип. Соответственно, во время перезагрузки машины на ИСА-шине появляется соответствующий сигнал. И этот сигнал снова сбрасывает вот эту цепочку логики, которая должна выключить вот этот выходной коммутатор. Соответственно, при сбросе машины выход вот этого блока должен замолкнуть, несмотря на то, что на выход отдает сам этот чип синтезатор. Вот какова логика вот этой логики. Будумц. Так, теперь бы понять, что вообще происходит. Я тут немножечко софта и игр некоторых нашвырял. Как это все работает, не имею ни малейшего понятия. Вот здесь, по идее, находится софтинка, которая нужна для платы, которая была сделана ранее, не так давно, на базе этого чипа. И она работает на порту 0C0, который использовался, собственно, в компьютерах Tendy, по-моему. Но проблема в том, что на более современных машинах, чем самые первые, AT-шки и XT-шки, адресное пространство, по-моему, до 0x200, в общем, не рекомендуется использовать и используется нуждами материнской платы. Поэтому 0C0 использовать не вариант. И на новой плате сделали соответствующие адреса, которые в том числе я продублировал на своей плате. То есть вот эти вот адреса, они, по сути, взяты такими же, которые имеют вот эта новая новодельная плата. То есть можно его поставить как 0C0, но, скорее всего, это работать не будет. Есть несколько альтернативных вариантов. И вот эта утилита, это, по сути, резидентная DOS-программка, которая позволяет переназначить все, что летит в 0C0, в какой-то другой порт, который выставляется, собственно, на самой плате-перемычкой. Соответственно, софт, который должен был работать с 0C0, будет незаметно для него перенаправлен в нужный порт для работы аудиокарты на более новых машинах. Это одна вещь. Плюс где-то здесь вроде бы есть какая-то утилита для воспроизведения HPCM звука. Но это не точно. И еще одна программа, которая должна поддерживать воспроизведение, скажем так, дампов команд для этих чипов, которые были сняты, например, с каких-то игр и прочего. То есть в том числе с игр, которые работают именно с этой SNG. По идее, можно попытаться что-то туда скормить. Например, по идее, у меня где-то должны валяться, собственно, VGM-файлы, которые были сдамплены из SIGI Master System, в которой эта самая SNG является основным и единственным чиповым синтезатором. Можно попытаться их воспроизвести вот на вот этой вот программулине. Понятия не имею, что из этого выйдет, но мы попытаемся. То есть, в общем-то, что тут надо сделать? Тут надо сообщить, собственно, имя файла и порт. Вот по умолчанию, кстати, вот она 0.0. Но у нас не 0.0. Сейчас на плате выставлены 2.0 адрес. Соответственно, у меня тут где-то вот лежит заготовочка, которая должна для VGM-файлов вызвать, собственно, утилит воспроизведения, передать ему этот файл и порт 2.0. Понятия не имею, что сейчас из этого всего получится, но мы попытаемся сделать что-нибудь. Забавно, что утилита пишет using LPT. Это порт 2.0. Ну, я пока что слышу тишину. Это немножко не радует. Покручу громкость на усилителе. Ну, в общем-то, на усилителе тишина. Варианта 2. Либо у нас не срабатывает логика моя, которая должна была открыть выход чипа, либо софт не делает того, что надо. Так нам лог, капс лог у нас не гают. А вот выйти из софта, что-то не получается. Ctrl-C, Alt-X, 1. Ага, всё понятно. В свидетельстве, софт ушёл в себя. Ctrl-Break, Ctrl-Escape. Ничего не помогает. Софт у нас положил болт. Окей, Ctrl-Delete. Немного покопавшись с этими софтинами, я только понял, что они не работают. Вот, знаю, у меня каких-то две версии этого VG Amplay валяются. Одна вот весит 55 килобайт. И вроде как у него вот есть какое-то инфо. Нажмите 1 для выхода. Но это, в общем-то, не работает. И вот конфиг, в котором оно будет запускаться. То есть сообщается порт 2.0, который указан у меня на плате, как перемычка. Вот есть какой-то файл. Не знаю, можно попытаться какой-нибудь другой сюда скопировать. Например, вот этот. Но это особо ничего не меняет, потому что при попытке воспроизведения оно пишет, что использует порт, тот, который указан в настройках, 20.0. При этом ничего не играет. Единичка не выходит. Escape не выходит. Ctrl-E, Z, X, C, Ctrl-Break. Ничего не помогает. Только Ctrl-Delete. Причем неважно, запускаю я перед этим какие-либо TSR или не запускаю. То есть вот эта утилита отказывается что-либо играть в принципе. Есть еще одна, которая называется точно так же. И весит 42 килобайта. Тут все еще интереснее. У нее в комплекте идет TSR. И у меня есть еще один TSR, который условно к первой плате от Low-Tech, собственно, которая делала вот как раз ИСА-платочку с этим самым чипом SN. Две версии TSR. Соответственно, если я без любой TSR пытаюсь что-либо аналогичным образом воспроизвести на тот же порт 20.0, на который сконфигурирована плата, у меня происходит следующее. Либо у меня зависает машина наглухо, если я не использую QMM. Если я использую QMM, как сейчас, QMM репортует, что все плохо, недопустимая операция и уходит в ребут, неважно от того, что я выберу. Это первый прикол. Второй прикол, если я перед этим, допустим, включу TSR, идущий в комплекте, он молча запускается, ничего не делает, теперь оно не падает сразу. Оно выводит какие-то инвалид-коды, сыпет имя, в колонках тишина, и рано или поздно оно все равно падает. Нажимаем T и, к счастью, выходим. А вот если сделать и этот TSR, вот что в колонках, и этот TSR, как-то вот так, и тогда попробуйте воспроизвести. Продолжение следует... То мы получаем то же самое с зависшим тоном, и все классно. И уходим в ребут. То есть, ура, мы получили звук! Можно радоваться, оно играет. И логика моя отпустила выход, и, собственно, оно начало играть. Одна проблема, а у нас завис тон. Придется это выключить с помощью еще одной специальной утилитки, скачанной, собственно, вот оттуда, Retro A&R D. По ссылочке, по-моему, откуда-то с вагонцей я ее нашел. Утилитка хорошая, она, собственно, мьютит SN, то есть, запихивает в ее регистры так данные, чтобы она заткнулась. И, собственно, можно, как видно, указать адрес 0.0.1.0.2.0. В общем-то, все они на плате в качестве возможных опций для перемычки у меня есть. Батничек у меня, собственно, запускает ее через 20.0, на которой она сейчас настроена. Что бы я делал без этой утилиты? Ума не приложу. Пусть даже она мне тут отдельно вот так вот болтыхается всегда. В общем, с этими VGM-плеерами все плохо. Один просто вешает машину, второй, только если запустить два TSR сразу, творит дичь. А на большинство файлов, которые я скачиваю откуда-либо, например, вот эти какие-то, по-моему, от SIGI Master System, в которой стоит тот же самый SN, и вот вроде бы VGM, но, короче, оно говорит, что вообще не тот формат, иди нафиг. Короче, надо разбираться. Видимо, в следующей серии по этой платке будет что-то более адекватное. Может, я успею разобраться с этими VGM-плеерами. Пока что ничего толком не работает. Ну ладно, вот этот вот Lotec TSR нам точно понадобится, потому что он делает, по сути, то же самое. Он перехватывает адреса с 0.0, на которые по умолчанию рассчитывался софт, который работал бы с тенди-звуком. Именно на том адресе оно там было по умолчанию и не менялось. Поэтому в софте, который с тенди-звуком работает, обычно как бы нет возможности выбора порта. Подразумевается, что он на 0.0. В современных машинах это не работает. Соответственно, используем TSR, чтобы переназначить с 0.0 все данные на 2.0, которые сейчас стоят у меня перемычки. Ну и, собственно, тут есть подборочка игр, которые я посмотрел. Вроде как умеющих тенди-звук отдельно от тенди-видео. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут получится. CR-коммута у нас запуск. Давайте посмотрим Install.exe. Собственно, у нас все-таки цветной монитор. Вот отдельно можно выбрать, собственно, специальный режим тенди, но у нас просто машина IBM PC-шная, не тенди, поэтому мы выбираем обычный EGFG. И вот оно, TENDI 1000 Series O IBM PC Junior. Собственно, в этих двух компьютерах использовался чип SN76 и так далее. Выбираю это. У нас обычная клавиатура. Опустим. Джойстик у нас нет, мышки у нас нет. Ставить мы ничего не будем, просто сохраним сетап. Теперь Sierra.com. И у нас есть звук. И в этот раз уже нормальный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Собственно, оно играет В принципе, вполне неплохо Какого-то адского уровня шумов я не слышал Они, конечно, явно есть Где-то на уровне, там, минус 60, минус 55 дБ Если хотите, вот вам пример усиленного шума Но, тем не менее, это не то, что заставило бы меня сейчас волноваться Карточка, в принципе, в целом вполне себе работает Если с ней нормально работает софт Кстати, о софте Не весь софт тут, скажем так, соглашается И нормально работать Например, вроде как вот Space Quest 3 Заявлено как поддерживающая, собственно, тенди звук Вроде бы, как, заявлено Не помню где, но заявлено Я видел в интернете видео Что вроде бы эта конкретная игра Вполне себе работает с тенди Играет Собственно, что у нас тут есть EGA, VGA цвет, допустим Ну, звуковая карта у нас не Game Blaster Game Blaster это на чипе SA-1099 На двух точнее Это которая Creative Music System У нас не Sound Blaster и не Adlib У нас нету MT-32 сейчас Ну и у нас и не спикер А это все, что здесь дается Даже если мы выберем, допустим, просто спикер Сохраним изменения При попытке запустить игру Мы получим, собственно Работу через PC-стикер Чудо не произошло Увы Тут я немножечко провел исследование Попытался как-то это запустить Например, это игра Сиеры И Полисквест тоже игра Сиеры И как бы здесь есть где-то конфиг файл Собственно, вот ресурс конфиг Который дата, собственно Дата съемки у нас Дата обновления файла Что тут есть? Тут есть VideoDriver и SoundDriver И в SoundDriver стоит STD DRV Смотрим папку Пачка файликов DRV CMS это явно Creative Music System Это у нас, скажем так, драйверы дисплея То есть у нас аудио и видеодрайверы Здесь завалено в одну кучу Это, скорее всего, Adlib Это MT32 Естественно, STD PC-спикер И ничего, что намекало бы на Tendy Или на SN, на PSG Я здесь не вижу Однако, если зайти в Полисквест 2 Посмотреть здесь сетап То У нас, естественно, VGA И у нас тут Есть Tendy 1003 голоса Ее можно выбрать В сетапе для Полисквест 2 Джойстиков и мышек у нас, естественно, нету Ставить мы ничего не будем Но Тут есть тоже файлики DRV Можно предположить, что это Условно похожий формат Или тот же дедишок у игр Поэтому можно посмотреть MT32 DRV MT32 DRV Да, разные даты Разные размеры Но, как бы, логика понятна MCGA, MCGA Джойстик, джойстик И что я вижу? ЖРЫ Ага А что мы сейчас сохранили в ресурс КФГ? Sound DRV ЖРЫ DRV То есть, Junior IBM Junior Комп, которым использовался, собственно, SN-чип Трехголосый Здесь этого файла нет Здесь этот файл есть Просто тупо берем, копируем Но этого мало Нам надо поправить конфиг Где конфиг? Вот он SoundDriver Свежевпихнутый файл Просто тупо текстом подписываем, что этот драйвер наш Причем, что забавно Если теперь запустить Install.exe Комплектный от этой игры Он Крашится Потому что он не знает, что это такое за файл Забавно В общем, Install теперь запустить нельзя Пока не поправишь конфиг обратно Но Зато Если запустить игру После такого хардкор хакинга У нас Тенди звук О чудо! Оказывается, она все-таки умеет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, судя по всему, мне придется Некоторые модификации для этой своей платочки сделать Потому что есть, например, просто первый Повис квест Который ведет себя Примерно вот так Или вот так В общем, я думаю, понятно, что Оно одновременно пытается играть И через тенди звук И через PC-speaker Если посмотреть внимательно на эту самую платочку Отладочную То здесь в левом верхнем углу Есть часть нераспаянных деталей Собственно, подразумевалось Что именно сюда должен цепляться Проводочек, идущий от материнской платы От того места, куда подключается Обычный PC-speaker То есть, по идее, это должен был быть Захват PC-спикера И, собственно, вообще-то Такой модуль у меня на F-Monster Тоже будет В качестве дополнительного хедера Он будет И так что вот эту часть Тоже бы надо проверить отдельно Так что мне нужно Несколько модификаций Определённых для этой платы Ещё сделать То есть, во-первых Распаять сюда вот это И попытаться Подмиксовать сюда PC-speaker звук И вывести его сюда Вместе со звуком от SN И ещё мне не нравится Что никак не зажигается Вот этот светодиод А должен был бы Когда идёт доступ к чипу А он ничего не делает Возможно, я и здесь Что-то забыл подтянуть Или что-то перепутал Плюс я хочу на осциллографе Внимательно посмотреть Как работает Вот эта вот вся цепочка Как выглядит Собственно Выход с чипа Ну, в общем Сейчас обвешу это всё Проводами Дополнительными детальками Далеко не расходитесь Итак Вокруг платы Нарисовалась Вот такая вот Паутина всевозможных проводов Как видно Я вывел несколько контрольных точек На проводах Прицепился к ним Осциллографом Забрал здесь Вот эту схему Для входа PC-спикера Завёл даже Экранированным кабелем Прямо с материнки PC-спикер сюда Но Я слышу Уже сразу Две проблемы Сразу в двух каналах Соответственно В левом у меня сейчас PC-спикер В правом Собственно СНК Во-первых Так как этот стенд У меня сильно Свистит по питанию То Вся эта радость Через всевозможные Земляные петли Наводится успешно На вход PC-спикера И в левом канале Сейчас стоит Жуткий свист Синхронный Со свистом Из блока питания И вот я могу Сейчас даже Прибавить На усилители Громкость Я думаю Вы слышите Эту прелесть И Стоит мне Выдернуть Вот этот Коннектор От PC-спикера Как свист Из динамиков Пропадает Говорит Это о двух вещах Что Первое Скорее всего Вход PC-спикера Всё-таки работает Второе Надо перерабатывать Его коммутацию С остальной схемы Чтобы не было Земляных петель Об этом Я уже думаю Вторая проблема А чё у нас СН-ка так шумит Она просто Дичайшим образом Шипит Причём До припайки Всей вот этой Мишанины Этого не было Она была Тихонько Где-то на уровне Минус там 60 децибел Сейчас я вижу По уровню записи Это минус 40 Плюс 20 децибел Просто за счёт Того Что проводочки Напаяны Причём Что самое интересное Посмотрите Послушайте Точнее Что будет Если я просто Отцеплю Земляной щуп Того щупа Который привязан Вот этим самым проводом Прямо к выходу Микросхемы То есть Вот этот провод Просто сзади Припален К ножке Выхода Микросхемы Которая Собственно Идёт На захват Аудио Слушайте Причём Если я просто Щуп отсюда Цеплю То в общем-то Ничего не поменяется Она Шипеть продолжает Не перестаёт Очень интересно Но и это Ещё не всё Если я вот так Поведу рукой Около СН Она у нас что В радиоприёмник Превратилась Очень на то похоже И Вывод Около которого Я вводил Сейчас пальцем Это Вот этот Вот угловой Он в документации На эту 489 Микросхему Обозначен Как НС Not Connected Не подключённый И Не сказано Никуда Его Цеплять Там Ни на землю Ни на питание Никак Не трогать Not Connected Что если Его потрогать Очень интересные Звуки Причём Именно этот Вывод Я могу Все остальные Трогать Ничего не происходит Но именно Этот угловой Он вовсе Не Not Connected И Если внимательно Посмотреть На даташит На родственную Микросхему Та самая Которая 496 То у неё Этот же самый Вывод Вовсе Не Not Connected А Audio Input И По всей видимости В этой микросхеме Несмотря на то Что заявлен он Как Not Connected По факту Он тоже Audio Input Который Усиливается И Микшируется С тем Что идёт Изнутри Микросхемы И выходит Один тот вывод Которому Привязан Сейчас этот проводочек Очень интересные У вас Однако Даташиты Хочу вам сказать Также я нашёл В интернете Что у некоторых Людей Которые собирали Различные Современные Аудиокарточки На этом чипе Тоже была проблема С шумом И решается она Путём установки Конденсатора Где-то В районе 68 Пикофарад Между Как раз Вот этим Вот пином Который Not connected А по факту Audio In И собственно Audio Out То есть Между этими Двумя пинами Повесить Конденсаторчик Чуть меньше 100 пикофарад Так что Простите Отлучусь Ещё ненадолго У меня тут Есть немножечко Вот 47 пикофарад Ну или Если У меня не получится 47 У меня тут Есть вот Такая вот Книжечка Которую Как-то раз По глупости Купил Ну и в общем-то Здесь есть И 100 И 82 И 75 И 68 Которые в теории Мне нужны Проблема только в том Что это 0402 И паять вот это На ножке Дипа Будет очень больно Ну если Паять придётся То придётся В общем Простите Ещё на секундочку Отойду Припаяю конденсатор Посмотрим Изменится ли что-нибудь И машина Снова собрана Тестовый стенд включён Всё загружено И о чудо Нету Больше шипения Вернее как Оно Конечно Всё-таки Есть Но уже На уровне Минус 50 А не Минус 40 Так что Это в принципе Можно считать Решённым вопросом Если поводить Рукою Ко-аудио Можно добиться Каких-то щелчков Статики Но больше Условно Радио Эта микросхема Не ловит Она перестала Свистеть На все лады И что самое важное Перестала шипеть Конечно С свистом Питания Пролезающего Через PC спикер Это пока Никак Не поборолось Но Давайте хотя бы Проверим Что Игра Которая внезапно Использовала Синхронный PC спикер И по сути Тут этот Тенди чип Этот SM генератор Как просто Еще один голос Поверх PC спикера Сейчас Убедимся Что он Все-таки Работает Полисквест Первый У нас Такие Теперь Нормально Работает Можно даже Потыкать Павочкой Во второй Полисквест Можно запускать И оно Играет Кстати В том числе Заработал И светодиод Потому что Здесь я Перепутал К чему Его подключать С одной стороны Подключил Его к земле Место питания Здесь Перерезал Одну дорожку Добавил Перемычку На ножку питания И при активности Микросхемы У нас теперь Моргается Этот диод Продолжение следует Продолжение следует Не все игры Хотят просто так Кооперировать И работать На Эдеплате Например Вот это В общем-то А так Чоппер У нее есть Сетап Можно в сетап Зайти Выбор Клавиатура Детали Ну допустим Что средние Саунд Девайс PC-спикер Эдлиб И тэнди Саунд Можно выбрать Выбираем Тэнди Саунд Сетап Комплит Запускаем Игру И пищи PC-спикер Че хочешь Делай А тэнди Не работает Есть еще игра Станц Вроде как 3D Автосимулятор Но К сожалению Как бы я его Не пытался Запускать Он Крашится Банс И дескать Out of memory На этой платформе Сейчас 8 мегабайт Памяти Включен Менеджер QMM Возможно С ним оно Конфликтует Не знаю Не уточнял Поставил 16 мегабайт Ничего не поменялось Поэтому увы Станц Не будет Некоторые же игры В принципе Не имеют Никакого сетапа И указать ему Что использовать Просто нельзя Например Mending Mansion Или Закбак Кракен Тут В принципе Нет такой опции Как сетап Или каких-то Ключей запуска То есть Тут можно Выбрать только Видеорежим Можно поставить Его в тэнди Но В общем Ничем хорошим Это не кончится Работать Оно со звуком Все равно Не будет Поэтому лучше Оставлю здесь Вега Но Их можно Немножечко Пропатчить Можно найти На тех же Вагонзах И не только В общем Можно найти Файлики Экзешники игры Которые Дужен запускать Вот как Например Здесь Мэноген Манг Мэгг Запускать У нас Нет Мышки Поэтому Будем Как-то Вот Так Страдать В общем Слышно Что у нас Ищет Бипер И Если Послушать Как Здесь Звучит Музыка Через Бипер И прочие Саунд Эффекты то примерно так. Однако, если запустить вот этот самый пропатченный файлик, который именно что принудительно выставляет использование тенди звука, то уже звучит тенди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То же самое касается, ну, например, игры Zodma Kraken. Здесь тоже есть некий исходный файл, который не хочет работать с тенди звуком по умолчанию. Если же скачать и запустить пропатченный файлик, то... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К некоторым играм, таким как Monkey Island, нужен другой подход. Нужно у них спросить, что уже они хотят. Можно через стандартный знак вопроса. Недалеко не на всех играх это работает, но конкретно здесь это работает. И есть пункт TS Tandy Sounds. Собственно, для этого я здесь сделал батничек, который запускает игру с параметром TS. И СНК должна начать играть мелодию из Monkey Island. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и можно завершить проверкой новой игры. Буквально новой, вышла вот не так давно. Вот The 8-Bit Guy, Планета X3. Давайте ее запустим. При запуске она напрямую спрашивает, какое именно аудиоустройство используется. Можно PC-спикер. Давайте послушаем, как это играет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За счет временного мультиплексирования голосов, кажется, как будто PC-спикер вдруг научился в полифонию. На самом деле, на самом деле, просто очень искусно подобрано время звучания тонов и голосов. И на самом деле, в каждый конкретный момент звучит только один тон одного инструмента. Просто они так мастерски чередуются. А теперь посмотрим, как это же самое играет на тенде. Выбираем два. Субтитры сделал DimaTorzok У Тенди уже все-таки именно что три независимых, полноценных голоса. Они звучат одновременно. Да, как бы в этом конкретном примере разница между PC-спикером и конкретно вот этим эссенс-энтезатором не такая и большая. Но, тем не менее, это больше заслуга композитора, который работал с этой игрой, а, в общем-то, не проигрыш чипа Тенди. Хотя, по факту, да, это просто три голоса прямоугольника. То есть, это, по сути, три PC-спикера в одном с некоторыми обговорками. В общем, я считаю, что можно этот блок SNPSG, он же TENDI 1000 Sound, он же PC Junior Sound, он же 100-500 различных устройств, где эта микросхема использовалась, считать отлаженным. Большинство косяков было выявлено и, в принципе, прямо вот здесь по месту устранено, так что в следующих версиях этой платы и должно быть с этим делом уже всё в порядке. Косяков этих уже быть не должно. Плата работает, здесь, в принципе, ничего не греется. Судя по тепловизору, самое тёплое здесь это сам чип SN. Вся остальная обвязка вполне себе неплохо чувствует, стабилизатор не перегревается. Логика вообще, по сути, холодная. Так что, в принципе, платка работает замечательно. При условии патча вот этого между двумя ножками конденсатора уровень шума у платы довольно низкий. Что от неё ещё надо играет. Работе компьютера, как и таковой, не мешает. Софтом поддерживается. В общем-то, всё классно. Так что, я думаю, можно потихонечку закруглять эту серию. Единственное, что хочу показать, как именно отрабатывает вот эта вот моя логика задержки включения выхода наружу. Для начала я пишу сигналы, которые есть на экране осциллографа. Голубой нижний сигнал OUT – это, собственно, выход микросхемы аналоговой. То есть, то, что она на выход выдаёт. Вот этот сигнал CS – это выбор чипа. То есть, это, по сути, сигнал с перемычек выбора адреса и команда чипу на то, что нужно прочитать что-то с шины данных. Запись чего-то в чип – это вот этот сигнал. У него здесь есть подстрочник в начале. Когда этот сигнал падает вниз в ноль, это значит, что происходит операция записи в чип какой-то команды или каких-то данных для него. Далее, вот этот тёмно-синий сигнал TRG – это один из триггеров в той кучке логики, которую я добавил. Одна из промежуточных стадий. И последний, вот этот верхний жёлтый сигнал ESND – Enable Sound – это сигнал для того самого коммутатора, вот этого выходного сигнала с микросхемы наружу. То есть, когда вот этот ESND находится в единице, то есть, он здесь примерно 5 вольт, тогда коммутатор включается, и вот этот самый сигнал OUT с микросхемы выпускает наружу на разъём. Если этот сигнал в нуле, то, соответственно, на выходе тишина. И, по сути, вот эти стадии – это промежуточные стадии управления финальным сигналом. Давайте посмотрим, что произойдёт, если я включу питание тестового стента. Видите вот эту красоту? То, что я говорил. У этого чипа нет никакого внутреннего сброса, и он что-то уже генерирует, причём несколькими каналами сразу, если я выключу машину. Включу её снова. Он тоже генерирует, но уже что-то другое. Снова выключаю. Снова включаю. Ещё что-то. И так каждый раз. То есть, у него нет вообще никакого сброса, в том числе и внутреннего. И каждый раз там что-то гудит на выходе. Если бы это что-то сейчас, вот это вот, выходило наружу, мы бы это слышали, если бы не было вот этого eSound, то было бы не очень приятно. Нужно было бы терпеть это гудение, ждать загрузки ПК, запускать нужную программку, чтобы заткнуть уже этот чип наконец, чтобы он не гудел. Однако, есть вот это всё, что я сюда наворотил, чтобы этого не было. То есть, чип себе там гудит, и хрен с ним пусть гудит, его можно даже вообще не использовать, пусть себе гудит, его не слышно, потому что нет разрешения работы коммутатора выходного. Теперь я поставлю в нормальный режим, то есть, пока у меня сейчас не будет сигналов обращения к чипу, мы здесь ничего не увидим. И запущу ту самую программку, которая должна чип затыкать. На всякий случай сделаю force trigger. Вот на выходе чипа сейчас что-то там происходит. И сделаю sound of bat. То есть, сейчас что-то будет записано в чип, какие-то команды, которые его заткнут, и посмотрим, как это всё будет выглядеть на осциллограмме. Вот так это выглядит. Видите? Здесь была какая-то генерация, вот он был шум, и вот они пошли операции записи. Всё, даже специально остановлю осциллограф, ничего не сбросилось. Давайте на это всё внимательно посмотрим. Вот так вот это всё выглядит. Программа запущена из bat-файла, пишет один регистр. Там у меня логика что-то запоминает, и у неё переключается состояние внутреннего какого-то из триггеров. Оно переключилось, запись закончилась, пишется второй регистр. В принципе, в этот момент уже чип затихает. Видно, что вот шла генерация, здесь она закончилась. То есть, два байта, в принципе, достаточно, чтобы чип заткнулся. И в этот самый момент у меня здесь меняется местами этот триггер, и при подъёме вот этого сигнала включается выход. То есть, с этого момента вот этот сигнал с микросхемы уже идёт на колонке. Но, так как программа его уже заткнула, и вот этой всей мешанины слева уже нету на выходе микросхемы, на выходе тишина, то что здесь вот эта сейчас генерация, это тот самый шум, который из-за подключённого проводочка сейчас висит. Если проводочек убрать, этого шума не будет. Но в колонках тишина. То есть, вот с этого момента в колонках тишина, плюс там ещё несколько конфигурационных байсов, всего четыре записи происходят. И дальше, по сути, вот этот вот промежуточный, он, ну, не нужен для работы. То есть, он нужен именно для начального запуска вот этого ESND. Больше ни для чего. И всё. А этот там может себе дёргаться, как попало, во время работы. Это, в принципе, уже не особо важно. Ну, например, сейчас запущу ту же самую планету X3 Tendi. И мы видим, что пошла работа с чипом. Играет музыка. Видим, что целую кучку байт пишет игра. То есть, здесь, наверное, штучек 10-12 записей. Я не буду сейчас считать. Видно, что при этом меняется вот это состояние среднее. Но оно как бы для работы уже не важно, потому что сигнал ESND уже защёлкнут. Выход включён. Так что на это можно не обращать внимания. Это сигнал для записи в чип. Это как к самому чипу относится, его чипселе. И коммутатор включён. На выходе есть звук. Можно, в принципе, посмотреть на всю эту процедуру вот в таком режиме. Видим CS, видим работу триггера и постоянно стоящий сигнал включения коммутатора. Если я выйду из игры, на выходе образуется тишина, перестаётся обращение к чипу. Но, если я сейчас нажму ресет на материнской плате, моя логика отработала и сбросила сигнал ESND обратно. Если бы сейчас, например, машина зависла с каким-то тоном, и она была бы перезагружена, Ctrl-Delete или кнопка включения не важно, то оно сбрасывается автоматически. Итого, я считаю, что данная первая версия от ладочной платки на этом ESSEN синтезаторе получилась вполне себе удачной. Да, без каких-то проблем не обошлось, но проблемы оказались все весьма небольшие и решаемые. То есть, ну да, забыл подать сюда питание. Да, там где-то, может быть, что-то надо было привесить, какие-то конденсаторы. Не все я тут показал. Это для следующей серии материал. А так, как бы, блок работает как положено. И логика, которую я сюда заложил для подавления стартового шума, работает. И декодер адреса работает как положено. И буфер не пускает шум в этот чип, так что получился уровень шума меньше 60 дБ, что я считаю для данных синтезаторов вполне неплохо. И мне кажется, что, по сути, я уперся в ограничение вот этого питающего линейного стабилизатора. Скорее всего, он не пускает шум ниже, поскольку чип вполне себе тихонько отрабатывает. Вот эту часть я буду уже пробовать дальше улучшать на отдельном блоке микшера вход с PC-спикера. А в остальном этот блок работает. Все как положено. Софтом везде поддерживается, понимается. Звучит как положено. Никаких, в общем-то, других проблем, кроме вот этих отладочных мелочей, которые всегда есть, я, в общем-то, не нахожу. Даже вот на этой шумной 386-й платформе. То есть, вот процессор, вот сопроцессор необязательный. Одночипситный здесь чип. И, в общем-то, две палки по 4 мегабайта FPM памяти. И оно на этой платке вполне себе работает, несмотря на то, что плата ада ушумит по питанию и свистит всем, чем только можно. И при этом минус 60 дБ, даже с лишним, уровень шума, который получается на выходе. Так что я считаю, что данный блок успешен. Можно пока что переходить к следующим блокам. Ну вот, за сим у меня все. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Подписывайтесь, смотрите другие видео, комментируйте. Увидимся позднее.